Долги надо делать в государственном масштабе, иначе их надо платить. Но у заемщиков долг маловат, так что их все равно достанут. Ведь объем просроченной задолженности по ипотеке в России на 1 августа 2015 года составляет 54 миллиарда 130 миллионов рублей. Это больше, чем в начале года, на 17,4%. Лидером по объему долга на одного заемщика является Москва. Максимальный долг тут составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей, при ежемесячном платеже 43 тысячи рублей. На втором месте Московская область, на третьем Чеченская республика. На 1 августа 2015 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму около 535 миллиардов рублей. Это рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов за последние пять лет. Да как бы с должниками похожи цифры. Рекордные. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11,5% до 11% годовых. Своё решение регулятор объяснил тем, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. В июле наблюдалось временное ускорение годовой инфляции, что было ожидаемо и обусловлено большим, чем в 2014 году, повышением тарифов на услуги коммунального хозяйства. По оценкам регулятора, годовая инфляция на 27 июля составила 15,8% против 15,3% в июне. Рост потребительских цен, считают в регуляторе, сдерживает снижение потребительского спроса на фоне существенных сокращений реальных доходов населения. И хоть ставка снижена, всё равно не рекомендую набирать кредит. В июне 2015 года Кипр посетили почти 90 тысяч туристов из России. Этот показатель стал на 25% меньше, чем в июне 2014 года. По итогам первой половины 2015 года средняя продолжительность отдыха российских туристов на Кипре составила 10 ночей, а расходы 890 евро, что на 60 евро меньше прошлогодних показателей. Но, несмотря на это, наши соотечественники ушли далеко вперед, опередив на 210 евро средний показатель расходов туристов из других стран. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1664 пункта. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Среди лидеров роста РДР Русала, акция Полюс Золота, Дикси, ФосАгро и ММК. В аутсайдерах Уралкалий, ТГК-1, Сбербанк, Акрон и Префы Транснефти. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Ведущие европейские индексы не показали единой динамики. На американских площадках преобладали продажи. Фондовые индексы Азии преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки пытаются технически скорректироваться. Давление на оказывает иранский фактор. Курс доллара на 4 августа 62,46 рубля. Курс евро 68,57 рубля. Золото стоит 2195 рубля за грамм. Серебро стоит 29,58 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 49,93 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.